Ученые выяснили, что глубоководная равнина под названием зона Кларион-Клипертон изобилует ранее неизвестными формами жизни. Обессальная равнина раскинулась на несколько миллионов квадратных километров между побережьем Калифорнии и Гавайскими островами. Ее глубина составляет примерно 4000 метров, там почти нет света, а температура лишь ненамного превышает ноль по Цельсию. Ученые обнаружили на поверхности равнины 12 образцов живых существ во время экспедиции 2013 года. Семь из них оказались вообще неизвестными науке, причем двое представляют не просто новый вид, а новый род или даже семейство. По мнению ученых, это биообразование, связанное как раз с уникальностью среды, изобилием марганцевых конкреций. Норвежские инженеры работают над уникальным проектом строительства подводных автомобильных тоннелей, которые будут находиться прямо под фьордами. Первую плавучую автостраду хотят проложить под крупнейшим фьордом Согныфьордом. Протяженность этого туннеля составит 1200 метров. Гигантские бетонные трубы, по которым будут ездить автомобили, проложат прямо в воде на глубине 30 метров. Они будут прикреплены тросами ко дну, а на поверхности их будут удерживать специальные понтоны. Американская фирма, производящая подобные механизмы, улучшила собственный мировой рекорд скорости среди дорожных электрокаров. На взлетной полосе космического центра Кеннеди, штат Флорида, их Chevrolet Corvette, переделанный в электромобиль, разогнался до 205,5 мили в час. Это 330 километров в час. В компании сняли с Corvette 7-литровую атмосферную восьмерку мощностью 505 лошадиных сил и заменили ее силовой установкой с двумя электромоторами, питающимися от комплекта батарей емкостью 44 киловатт-часа. Без подзарядки такой автомобиль может проезжать около 210 километров. В ботаническом саду Мэйс, который располагается поблизости от бельгийской столицы Брюсселя, распустился самый большой в мире цветок – Аморфафулус титанический. Растение также называют трупным цветком за специфический аромат. Его сравнивают с запахом разлагающегося тела, протухшей рыбы или яиц. Аморфафулус титанический находится в парке с августа 2008 года. Его цветение началось днем 26 июля и продлится всего несколько дней. Высота растения в среднем составляет 1 метр 90 сантиметров, а вес – около 18 килограммов. Первоначально его можно было встретить лишь в лесах острова Суматра. Однако сейчас этот вид разводят в ботанических садах мира. На севере Индии, в городе Найнитал, леопард ворвался в номер отеля, который занимали молодожены. Сумит Радхора и его жена Шиваним спали, когда хищник, разбив окно ранним утром, влетел в их номер. К счастью, зверь не стал нападать на людей, а забежал в ванную комнату, где супруги его заперли. По данным полиции, вышедшего к жилью леопарда увидели и погнали по улице собаки. Спасаясь от преследования, он бросился в окно номера.